Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, кричаясь, потыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это еще более усилило общее смятение. В темноте послышались истерические женские крики. Было около пяти часов. Солнце еще не всходило, но небо заметно посветлело, предвещая своим серым, однообразным тоном начало ненастного дня. Бледный, тусклый, однообразный полусвет, занимающегося утро, так быстро, неожиданно сменивший яркое сияние электричества, придавал картине общего смятения страшный, удручающий, почти фантастический характер. Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загроможденной посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве. Около экипажей суматоха была еще безобразнее. Испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать. Колеса сцеплялись с колесами, и слышался треск ломающихся осей. Инженеры выкрикивали по именам своих кучеров, озлобленно ругавшихся между собою. В общем, получалось впечатление того оглушительного хаоса, который бывает только на больших ночных пожарах. Кого-то переехали или, может быть, раздавили. Был слышен вопль. Бобров никак не мог отыскать метрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучер отзывается на крик откуда-то из самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее. Вдруг в темноте вспыхнул высоко над толпой красным пламенем огромный керосиновый факел. Послышались крики «С дороги! С дороги! Посторонитесь, господа! С дороги!» Стремительная человеческая волна, гонимая, сильным напором подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросив с ног, и плотно прижала между задком одной пролетки и дышлом другой. Отсюда Бобров увидел, как между экипажами быстро образовалась широкая дорога, и как по этой дороге проехал на своей тройке серых лошадей квашнин. Факел, колебавшийся над коляской, обливал массивную фигуру Василия Терентьевича словещим, точно кровавым, дрожащим светом. Вокруг его коляски выло от боли страха и ослабления, стиснутая со всех сторон обезумевшая толпа. У Боброва что-то стукнуло в висках на мгновение, ему показалось, что это едет вовсе не квашнин, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, вроде тех идолов восточных культов, под колесницы которых бросаются во время религиозных шествий опьяневшие от экстаза фанатики. И он задрожал от бессильного бешенства. Когда проехал квашнин, сразу стало немного свободнее, и Бобров, обернувшись назад, увидел, что дышло, давившее ему в спину, принадлежало его же собственной пролетке. Митрофан стоял около козел и зажигал факел. — Скорей, на завод, — крикнул Андрей Ильич, садясь, — чтоб через десять минут поспеть, слышишь? — Слушаюсь, — ответил мрачно Митрофан. Он обошел пролетку кругом, чтоб влезть на козлы, как подобает всякому хорошему кучеру, справа, разобрал возжи и прибавил, полуобернувшись назад, только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте. А все равно, осторожно, с громадным трудом, выбравшись из этой массы, сбившихся в кучу лошадей и экипажей, и выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил возжи. Застоявшиеся, возбужденные лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперек дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучер, и седока балансировать. Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним метались вокруг пролетки длинные причудливые тени деревьев. Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролеткой в какой-то нелепой пляске. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинских размеров, то вдруг падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забегали на несколько секунд в чащу и опять внезапно появлялись около самой пролетки, то сдвигались тесными рядами и покачивались, и вздрагивали, точно перешептывались о чем-то между собою. Несколько раз ветви частого кустарника, окаймлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперед руки. Лес кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то луже, в которой запрыгалось, заребилось багровое блестящее пламя факела. И вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось черное однообразное поле. «Да погоняй же, Митрофан, мы с тобой никогда не доедем!» — крикнул Бобров нетерпеливо, хотя пролетка и без того неслась так, что дыхание захватывало. Митрофан проворчал что-то недовольным басом и ударил кнутом фарватера, скакавшего и загнувшись кольцом на пристяжке. Кочер недоумевал, что сделал с его барином, всегда любившим и жалевшим своих лошадей. На горизонте огромное зарево отражалось неровным трепетанием в ползущих по небу тучах. Бобров глядел на вспыхивающее небо и торжествующее. Нехорошее злорадство шевелилось в нем. Дерзкий, жестокий тост Андреас сразу открыл ему глаза на все и на холодную сдержанность Нины в продолжении нынешнего вечера, и на негодование ее мамаши во время мазурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу, об ухаживании самого Квашнина за Ниной. «Так и надо ему, так и надо рыжему чудовищу!» — шептал Бобров, ощущая такой прилив злобы, и такое глубокое сознание своего унижения, что даже во рту у него пересохло. «Ой, если бы мне теперь встретиться с ним лицом к лицу, я бы надолго смутил самодовольный покой этого покупателя свежего мяса, этого грязного жирного мешка, битком набитого золотом! Я бы оставил хорошую печать на его медном лбу!» Чрезмерное количество выпитого сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но действие его выразилось в необычайном подъеме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движения. Сильный озноб потрясал его тело, зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискать челюсти, мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как горячки. Андрей Ильич, незаметно для самого себя, то разговаривал вслух, то стонал, то громко и отрывисто смеялся, между тем, как пальцы его сами собой крепко сжимались в кулаки. «Барин, да вы никак больны! Нам бы домой ехать!» — сказал несмело Митрофан. Эти слова вдруг привели Боброва в неистовство, и он закричал хрипло «Не разговаривай, дурак! Гони!» Скоро с горы стал виден и весь завод, окутанный молочно-розовым дымом. Сзади, точно исполинский костер, горел лесной склад. На ярком фоне огня суетливо копошилось множество маленьких черных человеческих фигур. Еще издали было слышно, как трещало в пламени сухое дерево. Круглые башни кауперов и доминых печей то резко и отчетливо выдвигались из мрака, то опять совершенно тонули в нем. Красное зарево пожара ярким и грозным блеском отражалось в бурной воде большого четырехугольного пруда. Высокая плотина этого пруда, вся сплошь без просветов, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась вперед и, казалось, кипела. И необычайный, смутный и зловещий гул, похожий на рев отдаленного моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы. — Куда тебя несет дьявол? Не видишь разве что? Едешь на людей, сволочь! — услыхал Бобров впереди грубый окрик. И на дороге, точно вынурнув из-под лошадей, показался рослый бородатый мужик без шапки, с головой сплошь забинтованной белыми тряпками. — Погоняй, Митрофан! — крикнул Бобров. — Барин! — Подожгли! — услышал он дрожащий голос Митрофана. Но тотчас же он услышал свист брошенного сзади камня и почувствовал острую боль удара немного выше правого виска. На руке, которую он поднес к ушибленному месту, оказалась теплая, липкая кровь. Пролетка опять понеслась с прежней быстротой. Зарева становилась все сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит, соответственно, и круче в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать место, по которому проезжал. Вдруг лошади стали. — Ну чего ж ты? — остановился, Митрофан! — раздражительно закричал Бобров. — А куда ж я поеду? — коли впереди люди! — отозвался Митрофан с угрюмым озлоблением в голосе. Бобров, как не всматривался в серый предутренний полумрак, ничего не видел, кроме какой-то черной неровной стены, над которую пламенело небо. — Каких ты там еще людей видишь, черт возьми! — выруглся он, слезая с пролетки, обходя лошадей, покрытых белыми комьями пеной. Но едва он отошел пять шагов от лошадей, как убедился, что то, что он принимал за черную стену, была большая тесная толпа рабочих, запружавшая дорогу и медленно в молчании подвигавшаяся вперед. — Пройдя машинально вслед за рабочими шагов пятьдесят, Андрей Ильич повернул назад, чтобы найти Митрофана и объехать завод с другой стороны. Но ни Митрофана, ни лошадей на дороге не было. Митрофан ли поехал в другую сторону отыскывать барина, или сам Бобров заблудился, понять этого Андрей Ильич не мог. Он стал кричать кучера, никто ему не откликался. Тогда Бобров решил догнать только что оставленных рабочих, и с этой целью опять повернулся и побежал, как ему казалось, в прежнюю сторону. Но странно, рабочие точно провалились сквозь землю, и вместо них Бобров уперся с разбегу в невысокий деревянный забор. Забору этому не было конца ни вправо, ни влево. Бобров перелез через него и стал взбираться по какому-то длинному крутому откосу, поросшему частым бурьяном. Холодный пот струился по его лицу, язык во рту сделался сухо-неподвижно, как кусок дерева. В груди при каждом вздохе ощущалась острая боль. Кровь сильными, частыми ударами била в темя, ушибленный висок нестерпимо ныл. Ему казалось, что подъем бесконечен и тупой, а отчаяние овладело его душой. Но он продолжал карабкаться наверх, ежеминутно падая, саживая колени и хватаясь руками за колючие кусты. Временами ему представлялось, что он спит и видит один из своих лихорадочных болезненных снов. И панический переполох после пикника, и долгое блуждание по дороге, и бесконечное карабкание по насыпи. Все было так же тяжело, нелепо, неожиданно и ужасно, как эти кошмары. Наконец откос кончился, и Бобров сразу узнал железнодорожную насыпь. С этого места фотограф снимал накануне во время молебна группу инженеров и рабочих. Совершенно обессиленный он сел на шпалу, и в ту же минуту с ним произошло что-то странное. Ноги его вдруг болезненно ослабли. В груди и в брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздражение. Лоб и щеки сразу похолодели. Потом все повернулось перед его глазами, и вихрем понеслось мимо куда-то в бесконечное.